Если лечат, это значит болезнь, которая приведет все равно к смерти. Это залеченная болезнь, если зубной врач. Значит, тебя лечат, но болезнь не вылечивают. Они просто ее могут поддержать. Это зубной врач. Вот, например, женщине снился сон, что она заглядывает в дверь и видит, что там два кресла, зубные врачи. Один пациент сидит в кресле, зубной врач над ним склонился, а другой лежит, тоже зубной врач склонился. И у них по родственникам был человек, который уже лежачий был, его лечили, и который еще сидячий. То есть он ходил нормально, но у него было онкологическое заболевание. Думали, что вылечили. Нет, не вылечили. Потом пошла все-таки, у него кровь горлом пошла. Думали тоже, пошли просто метастазы. А думали, что вылечили, сделали операцию, пошли метастазы. Вот это вот таким вот образом. Еще был сон женщине, когда она видела, что такое будка строительная. Она заходит туда и видит, открывает дверь, и видит, что там сидит ее родственник. А над ним склонился зубной врач. Зубной врач, зубной кабинет. И строительная будка, и рядом стройка. Вот это говорит о том, что это отвлечь от этого самого, от его ревности. Да может правильная информация, которую он получает. То есть это та же самая дверь, куда он смотрит, подглядывает за своим. Правильно? Тогда он скажет, ну да, я своими глазами видел, что он мне не изменяет. У меня была женщина, рассказала мне сон. Говорит, он точно мне не изменяет. Я говорю, да тебе сон рассказывает, что ты навображала больше. А он тебе не изменяет. Потому что все думают, что очень хорошо толкуются сны. И умеют толковать сны. Потому что символ измены – это изменение ваших отношений. Ваших отношений. Они могут в лучшую сторону, а может быть в худшую сторону. Но никак не символ измены. Измена идёт другим образом. Ну, например, ты рассматриваешь трусы, а у него там, будем говорить, так, пятна чужие какие-то, пардон, по этому самому. И ты знаешь, что он тебе изменил. Вот это измена. Вот это измена. Это символ идёт измены. Или другие, где он лежит с бабой. Её прячет в постели, где-то прячет по этому самому. Это тоже. Или между вами вы видите сны, когда вы лежите, муж лежит, а посередине женщина. Вот это измена. Это измена. Поэтому тут надо знать, сны идут. То есть это не значит, что он ещё спит с ней. Это говорит о том, что она уже вторглась в вашу жизнь. И она что-то мешает в этом отношении. Поэтому тоже скоропалительных решений не надо. Что делать сны? Я обычно рассказываю, что такое ревность. Это нормальная программа, которая у нас заложена в гороскопе и в нашей жизни. Почему? Потому что мы все должны быть здоровыми эгоистами. Почему? Это моё. Как ребёнок говорит. Это моё. Всё. Это мой муж. Почему я должна его отдавать? И вот эта ревность идёт тоже от этого. И поэтому вот здесь вот я даю символы снов, которые в этой области будут явно просматриваться. И когда же, я говорю, если вы на нём сконцентрированы, внимание на нём, значит, по полной программе вы с него будете снимать всё, что нужно. А когда человек ревнивый, он, конечно, фокус внимания будет только на мужа. И ей пойдут эти сны, она будет знать, что у него даже в голове он только задумается. Когда ты смотришь карту парную, вот некоторые говорят, да, вот я объясняю всегда, чем я люблю в паре. Я одному рассказываю карту противоположную. Вот я говорю, ну он такой, он по-другому, он не сможет. Только может быть проработка. А проработка, это он должен свою карту прорабатывать. А другому, про другого рассказываю, вот, например, мужу я рассказываю про жену, а жену рассказываю про этому. Потому что из розочки нельзя сделать ёлочку. У них такая карта, это плевать против ветра. И жизнь будет ставить всё равно, чтобы он эволюционно развивался. И когда вот эта парная карта работает, когда люди идут на проработки, один и второй, у них совместимость идёт очень хорошая. И они начинают выполнять определённую работу. Это не говорит о том, я всегда говорю, это ваш партнёр, но это не говорит о том, что вы будете с ним лежать в шоколаде все. Потому что притирка, она будет в любом случае, и ссоры будут, всё остальное. Но вы будете этого человека, он будет говорить так, вас будет тянуть к нему. Вы будете с ним, может, и ссориться, можете ругаться, по любому полу, и сняться к нашей, именно вот этому заболеванию. К смерти. Они обычно к угрозе смерти. Даже если, вот, зубной врач, у тебя, ты видишь, запломбированный зуб. Это может быть залеченное какое-то это заболевание. Да, он может долго быть в спящем состоянии, но угроза от этого будет. Угроза. Поэтому тут надо смотреть, как мы смотрим. Если у нас верхние зубки, это люди, которые находятся рядом с нами. Очень часто это родственники, это мама, папа, это, может быть, близкие родные люди, это муж, жена, может быть. Почему? Потому что это не обязательно с кровью, когда идут зубы, это кровный родственник. И кровный родственник, хотя, несмотря на то, что по эзотерике мы все иногда бываем кровные родственники, даже если это будут невестки или ещё какие-то, это по эзотерике есть такое. По снам у нас показаны кровные родственники, те, кто, которые по крови. Это мама, папа, брат, сестра и там тётки, дядьки по нашей линии. Но не по линии, например, мужа или жены. Это редко бывает. Ну, это, как правило, вот это с кровью. Поэтому тут можно конкретно где-то увидеть. Если вот зуб шатается, наш одноклассник. Вот почему я говорю, знакомый человек, с чем он с тобой знакомый? Ой, мы когда-то сидели за одной партой. Или с нашего школы. Как он учился? Двоечник сплошной. Я говорю, вот социальные вот эти уроки, ты проходишь на двойку. Это тебе твоё подсознание поставило. Это не я. Это подсознание тебя ставит. Ты плохо проходишь эту учёбу. То есть ты где-то накосячил, что-то тебе жизнь дала учёбу, а ты её не сделал. Значит, будут повторные эти ситуации. Вот когда происходит повторная ситуация, да, чего-то мне так не везёт. Я на одном и тому же мосту уже раза три или четыре попадал в аварию. Наверное, меня сглазили. А рядом с ним сидел, он говорит, каждый раз что-то идут символы учёбы, школы. Поэтому, то есть как будто я еду на автомобиле, было такое, автомобиль, сперва было у человека, автомобиль, как будто он учится водить автомобиль. Он после этого попадает в аварию. Потом вёз какого-то своего одноклассника, который плохо учился. Вот и всё на одном и том же мосту. В реальной жизни у него было. Ну, что происходило? Происходило следующее, что в этом направлении у него каждый раз он в аварию попадал. Почему? Потому что он гнал, будем говорить так, не пропускал никого. То есть он не соблюдал правила дорожного движения. Может быть, даже у него было такое, что его подрезали. Он это терпеть не хотел. Дай дорогу дураку, три да. Дай дорогу дураку, три да.